Какие дома планируют отремонтировать в этом году в Гомеле? Учителя жалуются на запрет питаться в школьных столовых. И сколько белорусов уехали в прошлом году на заработки? А главное, куда? 1 февраля на календаре в студии сильных новостей Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Погнали! Стало известно, какие дома в Гомеле планируют отремонтировать в 2023-м. Ищите свой адрес. Горосполком утвердил список, в который вошли 46 жилых домов. В них в нынешнем году планируют сделать капремонт или отремонтировать отдельные конструктивные алименты. На каждом объекте необходимые виды работ определят специалисты. Ссылочку мы оставим в первом комментарии под этим видео. Проверьте, есть ли там ваш дом. Хорошие новости для велосипедистов. В Гомеле собираются взяться за велосипедную инфраструктуру. Вопрос развития велосипедной инфраструктуры вчера поднял помощник Александра Лукашенко Сергей Барташ. Он предложил городским властям обновить всю имеющуюся инфраструктуру и подумать над ее развитием. Эту тему подняли не просто так. В Гомеле сеть велодорожек разрозненная. Участки для движения велосипедов не связаны друг с другом. Далеко не всегда отделены конструктивно от пешеходных тротуаров. Кроме того, разметка, которая наносилась ранее, уже поблекла и больше путает участников движения, чем помогает им. Также на пешеходных переходах планируют обозначить коридор, по которому велосипедисты могли бы пересекать улицы на зеленый сигнал, не спешиваясь. Это хотят сделать уже ранней весной. К слову, сейчас в Гомеле 11 километров благоустроенных велодорожек. Но это не единая трасса, а разбросанные участки. План до 2030-го построить 255 километров велодорожек, связав все четыре района города в единую сеть. Технология серьезная, но за нее, возможно, придется сидеть. Дома у гомельчанина обнаружили мини-огород, где выращивалась конопля. Оперативники наркоконтроля решили проверить квартиру гомельчанина, и выяснилось, что не зря. Во время осмотра жилья сотрудники МВД обнаружили полимерный пакет с измельченным растительным средством. Позже экспертиза помогла выяснить, что это вещество — марихуана. Ее вес составил 7 граммов. Но это еще не все. В углу квартиры оперативники обнаружили черный бокс с двумя горшками с коноплей. Гомельчанин оборудовал бокс системой освещения, полива и вентиляции. В общем, растениям там было комфортно. Теперь мужчину обвиняют в незаконном обороте наркотических средств, а заодно и в посеве или выращивании запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Учителя жалуются на запрет питаться в школьных столовых. Но в Минобразовании говорят, что все хорошо. Напомним, такой запрет действует с января 2022-го, пишет Точка Бай. Свою историю рассказала учительница из белорусской глубинки. Там педагоги вынуждены ютиться в свободном кабинете, где поставили чайник и микроволновку. Но времени часто на перемене просто не хватает, ведь учителей много, а та же микроволновка всего одна. Иногда приходится обедать и в гардеробе. А в другой истории педагогам посоветовали питаться за деньги в буфете. Но проблема в том, что там буфетов попросту нет. Но вот Минобразование говорит, что все хорошо и все условия для питания учителей есть. Сколько белорусов уехали в прошлом году на заработки, а главное куда? Такую статистику приводит Office Life. Сразу стоит сказать, что эти данные не включают тех, кто уехал за пределы страны и искал работу самостоятельно. Или, например, айтишники, которые уехали. Последних, к слову, насчитывается около 15 тысяч. Как оказалось, на первом месте расположился польский рынок труда. Туда только по официальным каналам отправились работать 2606 граждан Беларуси и иностранных граждан, постоянно проживающих в нашей стране. Второй по популярности стала Россия. Туда отправились зарабатывать почти 2000 белорусов. К слову, в 2017-м в России трудоустроились в три раза больше. Из других изменений можно отметить снижение интереса белорусов к рынку труда в Литве, которая, например, еще в 2020-м опережала и Россию, и Польшу. Белоруска из ревности решила поджечь дверь соперницы, но перепутала адрес. Пылающая сцена ревности произошла в Дятловском районе. Там одна барышня заподозрила другую в том, что она хочет отбить ее спутником. Недолго думая, она решила проучить соперницу, для чего специально за ней проследила. Но акция возмездия не удалась. Женщина подожгла дверь не своей сопернице, а совсем другую. Благо огонь успели потушить соседи. Подозреваемая задержана. Теперь за такую выходку ей грозит до 10 лет тюрьмы. В Могилевской области четверо подростков наелись мухоморов и попали в реанимацию. В декабре прошлого года подросток из Могилевской области заказал в интернет-магазине упаковку сушеных мухоморов. На дегустацию пригласил двух друзей и подругу. Но после употребления что-то пошло не так. Вместо ожидаемого эффекта подростки стали терять сознание. К счастью, медики успели вовремя. Всех четверых госпитализировали в реанимационное отделение. В больнице молодым людям поставили диагноз – острое пероральное отравление мухоморами. Следователи собрали остатки мухоморов и отправили на экспертизу. Наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, подлежащих контролю в нашей стране в его составе, не содержится, говорится в сообщении. Специалисты подчеркнули, что оборот мухоморов для использования в пищевых целях законодательно запрещен в Беларуси. Это касается любых частей гриппа. Употребление мухоморов может сказаться на работе сердца, вызвать проблемы с дыханием и даже летальный исход. В Ляховичах терапевт не только лечила больных, но и снимала порчу. Врач общей практики из Ляховического района придумала оригинальный способ подработки. В 2019 году женщина открыла у себя дар целительства и предложила своим пациентам дополнительную услугу, сообщает пресс-служба Верховного суда. Неожиданно бизнес пошел в гору. Наверчивые у пациента несли врачу не только деньги, но и ювелирные украшения. 21 век за окном. В итоге за три года женщина получила более 20 тысяч рублей. Врача признали виновной в мошенничестве в крупном размере. Ближайшие три года она проведет за решеткой. Кроме того, ей придется выплатить штраф 1850 рублей, возместить ущерб в 20 тысяч рублей, компенсировать моральный вред потерпевшим на 6 тысяч рублей и оплатить расходы по оплате юридической помощи в размере 3760 рублей. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, ставьте лайки, присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях уже завтра.